Говорят, игра из 6 часов Definite Edition. С этой ужасной графикой, с которой просто глаза... Интересно, что игра начинается... Это не Warp Runa, или это Warp Runa? Игра начинается не сначала, потому что первый стейш в игре, это сама Персия, где принца подставляют, и он вынужден избегать, подставляет его в зовой визирь Жафар, который превратился в него и сделал плохие какие-то вещи, за что принца хотят убить, и он сбегает, сбегает просто. На корабле, точнее, сначала по крышам персидского какого-то города, прыгает в корабль и побывает на остров, на острове входит в пещеру, и вот здесь начинается. То есть примерно два стейджа почему-то пропущены. Я бы не сказал, что они долгие, не знаю, интересно. Ну хотя, возможно, это Warp Runa, я не помню, как оно выглядит. Ну и сейчас он объясняет movement, прыжок, а, и все, reset. Да, feels. Вот сейчас здесь сюжет, который проскипается, скорее всего. Да, вот, все, прыгаем из окна и... Все, и убегаем, просто прокликиваем, пропрыгиваем всех врагов, чтобы не получить в лицо. Да, но с учетом механики этой игры, это нужно натренировать мышечную память практически, да. Правильно, здесь не сильно сейчас заметно, вот по первой части очень заметно было, как игра делится по клеткам. Да, здесь не так, потому что там... Там плиты были, по-моему, и они как раз ориентир был. Да, здесь вот такого ориентира уже нету, что в принципе не очень хорошо, наверное, хотя... Так, ну первый стейдж пройден, дальше пропрыгиваем. Здесь загадка была, я помню, да. Я не помню, смысл, конечно. Нужно было... Так нам показывают, кстати, определенный код, так называемый, который в старт-играх, помните, да, когда, чтобы конты прожать, надо код вести. Что, что это был? Это с 8 биток, мне кажется, пошла еще эта тема, с 8 биток. Ну что, пропрыгиваем. Здесь обязательно, я не знаю, как будет спидрант происходить, но я, например, заруинился прохождение, потому что я не собрал все суперпошины. Суперпошины это поршин, который повышает тебе жизнь. Вот он собрал первый. Видите, в левом нижнем углу у него 4 сейчас бутылька, это 4 хп. Он поднял только что суперпошины, у него стало не 3, а 4. И здесь 13, что ли, уровней, на них разбросаны по одному, в большинстве случаев по одному, иногда по 2 поушина. И я собрал, не собрал всего 2 поушина за всю игру, по-моему. Всего 2 или 3. Я не смог завершить игру, потому что мне в конце просто не хватило хп, чтобы превратиться в другую форму. Посмотрим, что здесь будет, будет ли какой-то абуз. Так, уровень пройден, дверь открываешься, и ступеньки наверх означает прохождение уровня, еще уровень в пещере. Здесь пара уровней в такой пещере, потом другие уровни будут. Увидим. Еще прыгаем по клеточкам, поднимаемся. Интересно, как такое доставание мяча просто и падение вниз. Вот, я дружу лежит, сейчас она будет подбирать. Заметьте, что он делает шаг назад, чтобы прыгнуть, не нажать на кнопку. Здесь такие загадочки. Хитрые, так сказать, ты бежишь, нажимаешь на кнопку, дверь перед тобой закрывается. Поэтому нужно рассчитать мувмент правильно, чтобы пробежать, перепрыгнуть эту кнопку, не нажать на следующую кнопку. Или нажать специально, чтобы не закрылась перед тобой дверь. Ну, в этом вот, то же самое сейчас. Такая, ничего интересного, скелет драгается. Ну, скипает все файты, очевидно, потому что долго и не нужно. Да, да что? Я говорю, одна из немногих игр, где ее нужно реально в руки всаживать, потому что здесь как-то на интуиции бежать не получится. Да, 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 здесь прям надо выучивать твввв, я как делал, я, оба, интересно. Какой-то баг свою, который ему никак не помог, а наоборот завестил кунда 3-4. Ну, смысл, не смысл игры, геймплей большой уровень, и ты начинаешь с входа и ищешь выход. Все, обычно выход закрыт, тебе нужно найти определенную кнопку, которая его открывает и вернуться к нему. Все, миновать все ловушки, понажимать кнопки, иногда подраться с врагами. Здесь вот ковер, обратите внимание, и наверху закрытая решетка. Это ковер-самолет, если на него сесть, не открыв решетку, то принцера сплющит об эту решетку и придется рестартантный уровень. Сейчас надо найти кнопку, которая откроет данную решетку. О, сейчас был OOB скип какой-то, интересно. То есть он через текстуру прошел, да? Да, да, да. Выпил большой поушен, еще один, получается, он уже три нашел. Всего их 13, что ли, я не помню. Ну, посмотрим. То есть максимальное количество хп, которое мы можем собрать, это 13. Возможно, я не помню. Ну, в общем, для прохождения игры, ну, в моем случае, я не смог ее нормально пройти с первого раза, не собрав все поушены. Но я потом погуглил, я не собрал всего два или три все, что есть в игре. Здесь файт, конечно, со скелетом был довольно, не даже муторный, а такой, который нужно было разгадать. Но, спит, он просто прокликивает его. Все, вот он открыл решетку, можно садиться на ковер самолет и лететь в проклятый, заброшенный, как хотите называйте, город. Довольно страшный, страшное место, там еще головы летящие, которые очень сильно надоедают. Так вот, сейчас я не понял, он как-то скипнул уровень. Интересно. Ага, он просто ОБ юзает и даже не стыдится. Байтит голову, чтобы она была сзади него и кидает ее в ОБ. Так, выпивает, конечно же, поушен и повысит хп. Я потом объясню в конце игры, зачем повышать себе хп до максимума. Здесь ОБ, смотрите, довольно легкая, видимо. Просто пару раз задевать шаги, пару шагов в сторону стены. Если в нее можно кликнуться, а если за ней что-то есть, то, в принципе, легко кликнуться. Это не выкликаться можно. Так, руина пушена, это не важно. Хп полная. Да, прямо с самого начала серии Принсперси было про обхождение своих ловушек. Я думаю, мало кто в детстве особенно играл. По-моему, еще самый первый Принсперси, он выходил на кнопочных телефонах. Я не знаю, играл ты или нет. Да, играл, но не самый первый. Это был какой-нибудь писки времени, скорее всего. Уже специально для мобилок. Для мобилок много чего делали. Причем интересно, что... Так, сэф делал на всякий случай, видимо. А, респард. В общем, что я хотел сказать. А, именно третья часть, которая от 2 стула, которая вышла не такой, какой должна была выйти, с другим сюжетом, менее... более детским, на что многие фанаты, конечно же, ничем многие фанаты были недовольны. Но, тем не менее, на кнопочный телефон именно вышла правильная версия с правильным сюжетом, что удивительно. То есть их разрабатывали, видимо, как-то параллельно. У них был общий набросок сюжета, с которым поделились. И на мобилке именно вышла как будто бы правильная версия. Но, очевидно, что... Хотелось бы на PlayStation 2, на ПК правильная версия. Помню эту груму, где много голов, надо было одну за другой убивать. Зачем-то убивает одну единственную голову. Чтобы она его не чезила, наверное, и завершает уровень. Я помню... Вот, неважно. Но игры вот эти вот 1-2 Принц Персии, который старый 1-2 Принц Персии, они выходили на очень многое количество платформ. На Нессена, Ньюсена, Сегена, Досена, Макинтошена, на все что угодно. Даже ремейки есть с модельками Принца из Песков Времени. И так далее. Потом даже на мобилке, на современной iOS Android выходила вот эта часть. Выглядит она, конечно, не очень. Все временем мы прыгаем на коня. Здесь можно, по-моему, пешком пройтись по низу. Но на коня, конечно же, круче и быстрее, потому что сейчас будет. Вот, кстати, я сейчас уточню. Как раз-таки первый самый... Принц Персии выходил на мобилках, на кнопочках тогда. Вот, в Java формате получается. Он 80-го года. Ну, ремейк, порт, наверное, какой-то, да? Ну, да, попортировали просто. Ну, да, это популярные игры. Почему бы и нет? И тем более она геймплей прямо напрашивается. Я же говорю, что она выходила прямо на множество платформ. Сейчас был скипнут первый уровень в храме. Удивительно. Просто в ООБ попрыгали немного. То есть без текстурок и нашли выход. Вот это, конечно, сейчас стейдж игры. Это последняя локация. Но последний тип локации. Здесь в храме, по-моему, 4 уровня. И это было очень трудно изучать уровень, искать выходы. В конце очень гумозный момент, где тебе надо одним за одним убить, по-моему, 11 гвардов. Это, по-моему, обязательно. Ну, хотя, наверное, здесь проскипается все. 11 гвардов один за одним и, естественно, не хиляясь. Или не 11, или больше. Короче, огромное количество гвардов. Стражи храма. Здесь мы вообще... Что мы делаем? Мы прибежали в храм на лошадки. Ну, короче, мы прибыли в храм, чтобы заиметь силу огня, по-моему. Да. И чтобы ее заиметь, нам придется умереть. Ну, мы посмотрим, как раннер это сделает. В общем, нужно оверпауроваться для файнал босса. И вот мы разгадываем загадки в этом храме. Кстати, для игры также вот именно для этой части автосплиттер прописан. И у нас здесь берется в учет in-game time тоже, да, и real time. И вот я сейчас наблюдаю просто, я хочу заметить, что раннер пробегает эту игру. Мировой рекорд сейчас 14 минут 34 секунды, собственно, да. И люди, которые, ну, то есть начиная с топ-5 до топ-10, которые ранны заливали свои более двух лет назад. Здесь даже есть ран десятилетней давности. То есть, ну, администрация, Принцы Персии, то есть они не пересчитали время, так сказать. И in-game time не оказали, да. Я вот всю борду лично пересчитывал. Да, даже это, то есть не зависит от того, потому что все-таки во многих играх, кстати, это наблюдается на спидранкоме. То есть, когда администрация договаривается между собой о каких-то нововведениях, и тем более вот об автосплиттере, который будет in-game time считать. В любом случае, те раннеры, которые раньше эту игру проходили, то есть за них нужно доработать этот момент, если вы к какой-то реформе приходите, на мой взгляд. Я, по-моему, он зафейлил в какой-то момент. И он пришел заново проходить. Я думал, ну, очевидно, что в эстимейт выложится, потому что это уже... Сейчас будет файт, этот гумозный, по-моему, дальше уже. По-моему. Сейчас посмотрим, я скажу, когда-то. Не, нет, еще нет. Он его скипает, просто танцуя с ним и... Сделав так, чтобы он за спиной оказался, просто скидывает. Он не скидывает, а он сам скидывает. Здесь враги довольно тупенькие. Они просто берут и прыгают сами в пропасть, видя тебя. Бегут в ту сторону и могут просто прыжком сигануть в пропасть, даже не подумав. Или на ловушку наступить. Чем, в принципе, приказанным прохождением стоит пользоваться. Потому что фехтование здесь, в принципе, если научиться, я думаю, конечно, можно супер... Не то чтобы камбухи, но можно хорошенько блокировать, парировать каждый удар, но я не смог. Фехтование мне не сильно удалось. Найс-клипы. Да, нужно обходить все по верху, а можно просто клипнуться. Удивительно. Удивительно, что ловушка не сработала. Конечно, он настолько быстро, что ловушки даже, видимо, прогрузится, а скрипты не успевают. Он просто их пробегает. Он должен был располовинить. Да, кстати, очень важный момент, что в первой части нам дается 60 минут на спасение принцессы. С этого момента, когда не придет к ней Джафар и не скажет фразы из фильмов Ковских. А здесь нам дается, по-моему, 90 минут, чтобы пройти игру. Но, очевидно, что раннер вымушится. То есть, если вы басяните на левеле, ходите сюда-сюда, запутались и у вас время проходит, то это гейм овер, вам приходится начинать сначала. Микронера вот прямо под ним, под монитором VF Sonic 7, Eraser 7. Eraser просто. Он также является, кстати, единственным участником категории, не процент, в принципе, Ерсия Пески Времени. Он эту игру прошел за 52 минуты всего, и она появилась на спидранкоме всего год назад, собственно. Вот. Что? Если кто-то хочет на топ-2 ворваться здесь сейчас, вот, пожалуйста, есть два свободных слота на топ-2 и на топ-3. А, возможно, и на топ-1. Он только что был продемонстрирован. Вот этот момент, где враги. Давайте еще... А как он так стейтит? Интересно. Просто сейп-палывается, я не помню, что такой функционал у игры был. Моментально. Немножко не получается у него. Ну, он должен за ее выйдить, скорее всего, но там врагов очень много. Причем они из-за экрана бесконечное количество раз выходят, новые и новые. Ну, все, он миновал. Нам показали только трех, но ты убиваешь одного, и там появляется следующий, следующий, следующий. И там больше десяти. Кстати, поушен игнорируют. Вот здесь нужно умереть. Хотя, возможно, не нужно. Чтобы этот огонь взять, там по какой-то легенде нужно именно умереть. А, берет все-таки поушен. А, наверное, даже не нужно умирать, брать этот огонь. Смысл в том, чтобы просто затриггерить, перепрыгнуть к нему. Тем самым скрипт, как бы, уже игра думает, что раз, ну что, игрок перепрыгнул, значит взял. Все, финальный байт, идем к Джафару. Нужно покрутиться на месте, это нигде не сказано. Нужно покрутиться на месте, видите, у него заканчивается здоровье. И в гиперформу переходит принц, попадает в мир своего разума, который наколдовал Джафар. Шиза. И здесь нужно найти Джафара. Джафар также превращается в принца, чтобы свести его с ума, чтобы запутать его. Нужно определенные нужные фигуры убить. И здесь сейчас вот этот лабиринт замечательный. Я не знаю, как это называется, оптическая иллюзия, не помню. Нужно вот этот Джафар играть в догонялки и на одну прямую с ним выбежать и шмальнуть ему в спину, как крыса. Все, он попал в него. Тайм. 16-21. Прекрасно. Показал результат на топ-3. Неплохо, неплохо. То есть, практически на две минуты. Принцессу. Очень неплохо, очень неплохо. Ну, что по поводу поушенов. Здесь, наверное, был абуз произведен. Здесь нужно было стоять на месте, раскручиваться и тем самым у вас начинает тратиться ваше хп все. И вы превращаетесь в огненную форму. А у меня одного хп не хватало как раз таки. Я не смог превратиться в форму, в эту форму, как жигуль заводится, когда глохнет. Так же у меня принц заглох и просто не до конца превращался. И в итоге я не смог метать фаерболы, чтобы убить потом финального босса. Я смотрел много прохождений и все такое. Оказалось, что да, мне не хватило поушен. Но здесь он, видимо, превращение активировал быстрее. Я просто встав перед входом в финальный файт, он просто начал раскручиваться. И как только огонь начал появляться, он не стал дожидаться дальше своих хп. Он просто зашел в комнату и тем самым, наверное, активировал все-таки форму. Вот такой вот ран, принц персия, The Shadow of the Play. Ну, мне больше нравится первая часть самая. Это чересчур какая-то гениальная, так сказать, by Джордан Мехнер, Жора Мехнер. Ну и первая часть, она наиболее популярная в плане Спидрано. Да, мне кажется, 10 человек. Ну, как и обычно, первая часть серии, даже если она, ну, очевидно, хуже. Вот там второй, третий. Ну, первая почему-то запоминается всегда. Популярнее становится. Да, вот первую часть 25 человек Спидранер. Ну, активная аудитория здесь, именно активных раннеров здесь наблюдается. Сейчас я сориентируюсь. Всего четыре раннера активные бегают. Так, что у нас дальше по расписанию? Мы уже покидаем вас, к счастью или, к сожалению, все. Для нас AES закончена, как для комментаторов. Следующая игра. Кит. Чамелеон. Чамелеон. Да, 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 да. Ждем.